Хоккейный клуб «Адмирал» успешно стартовал в длительной домашней серии. Моряки на своем льду принимали действующего обладателя Кубка Гагарина – Магнитогорский «Металлур». Хозяева начали смело, что неудивительно. Пять побед в шести матчах придавали уверенности. Уже на третьей минуте игры второй бомбардир «Адмирала» Владимир Ткачев реализовал большинство, а спустя несколько минут уже Михаил Фисенко кистевым броском с центра зоны удвоил преимущество команды. Такое начало матча застало врасплох магнитогорцев. После первого перерыва гости попытались выровнять игру, но череда удалений не позволила им этого сделать. Более того, под конец второго периода табло превратилось и вовсе в сухие 3-0. Очередную шайбу забил «Оскар» с Бартулис. В последнем игровом отрезке «Металлург» пытался отметиться хотя бы голом престижа, но и этого гостям не позволили. Чистая победа «Адмирала» 3-0. С победы «Адмирал»! Приграв больше периода в меньшинстве и не забит ни одного гола в игру невозможно. Ну, я считаю, мы здорово провели первый период и повели 2-0. Я думаю, уже отталкивались отсюда. Ребята где-то от счета, да. Я не скажу, что мы играли на одержание, но где-то, я думаю, в подсознании уже все-таки. И то, ребят, было. И, в принципе, два периода боролись, сражались, полностью отдавались игре. За это, ребятам, огромное спасибо. И готовимся дальше. А дальше у «Моряков» череда домашних игр. Ближайший матч «Приморцы» проведут уже 21 октября с Салаватом Юлаевым. Исполнительный директор «Луч энергии» Александр Голубчиков повторно отстранен от футбольной деятельности. Ранее подобное решение было принято 18 августа, но руководитель «Приморского клуба» подал апелляцию. Голубчиков обвинялся в подделке документов. Напомню, что еще полгода назад при увольнении из клуба двух игроков в документах вместо 26 февраля было указано 29-е, то есть дата после закрытия трансферного окна. Из-за этого игроки не могли трудоустроиться около трех месяцев. Контрольно-дисциплинарный комитет повторно рассмотрел дело и вынес запрет Александру Голубчикову на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок не менее чем шесть месяцев. Сам же «Луч Энергия» тем временем готовится к домашнему матчу с футбольным клубом «Хинки», который пройдет 22 октября. Экипаж из яхт-клуба «Семь футов» стал сильнейшим в первой международной регате «Фар-Ист Кап-2016». Соревнования, которые проходили в акватории китайского города Циндао, собрали спортсменов из Австралии, Франции, Кореи, Китая и России. В первый гоночный день яхтсмены соревновались в трех коротких гонках, на классической дистанции в две петли. Затем был дан старт длинной дистанции. Участникам предстояло пересечь Желтое море и финишировать в корейском городе Мокпхо. 350 миль яхты преодолели почти за четверо суток. Заключением соревнований стала гонка обратно в сторону Циндао. Семифутовцы на финише стали первыми. Приморцы обогнали по результатам команды из Австралии и Франции. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.